Для начала просто такую короткую статистику, которая показывает общее положение дел у нас в секторе и не просто в нашем секторе, а с тем, что творится с информацией. Растет постоянно, примерно с года 90-го, количество публикаций в СМИ. Вот есть люди, которые делают похожие исследования здесь и находятся. Да, постоянное количество публикаций растет о фондах и о благополитности тоже. Сначала она растет чуть-то не геометрически, потом экспонент чуть-чуть снизился, но рост продолжается, достаточно большой. Однако по-прежнему объем публикаций, тем более качественных публикаций о благополитности, о некоммерческих организациях и волонтерах очень небольшой. И, может быть, поэтому и узнаваемость механических организаций в России, и отношение к ним не самое лучшее, скажем так, в обществе. Узнаваемость крайне низкая, как показывают исследования из Русского фонда помощи. Единственное, у нас один узнаваемый фонд, называется «Наподари жизнь». Его знают примерно 7,5% людей, которых оплатил Русский фонд. А Русский фонд – это большая база жертвователей, очень по всей стране. Они их опрашивали пару лет назад. А дальше, вот есть еще, если помимо сам, собственно говоря, Русский фонд, что неиздивительно, потому что в классе опрашивал он. И все. Остальные называют либо какой-то абстрактный фонд, благотворительный, который не существует на свете, либо называют фонд, узнаваемость которого ниже электрических обрешностей. То есть узнаваемость благотворительных организаций, благотворительных грантов в России крайне низкая. И знают их в обществе, эти бренды буквально берутся по акции. Даже не одной руки, даже половины руки. Хватит. В общем, все не очень хорошо. И ясно, что надо что с этим делать. И делать со стороны СМИ, разумеется. Но мы здесь сами не СМИ, поэтому будем говорить о том, что можно сделать с нашей стороны, со стороны экономических организаций для того, чтобы каким-то образом повысить узнаваемость всего сектора вместе. Мы уверены, что нам важнее наша и каждая конкретная организация. Сначала несколько слов о том, зачем вообще нужна выстроенная информационная политика для коммерческих организаций. Есть несколько стандартных ответов на этот вопрос. Нужно быть сомненитым и известным для того, чтобы лучше привлекать средства. То, что сейчас особенно важно, когда кризис, когда нам нужно обращаться к массовым жертвователям. Коммуникация и известность помогают находить партнеров-волонтеров, взаимодействовать с властью и обществом. Но последний пункт, выделенный здесь, лично я собираюсь самым важным. И именно об этом пункте долгое время мало-то задумывалось, на самом деле, из нашего сектора. Главная причина, в которой нужна обнятная информационная политика каждой организации, каждой инициативе, представители каждой инициативы, она заключается в том, что без этой самой политики, без постоянного общения с обществом, вообще невозможно решить ни одну более-менее важную социальную проблему большего общества. Есть один пример, который используется по всем поводам, по поводу большой благотворительности, по поводу фонтайзинга. Ну и здесь тоже я его использовал. Сервовский пример, чтобы показать, что без налаженной коммуникации ничего решить нельзя. Чтобы хоть как-то изменить ситуацию к лучшему социально-сервовству, можно задействовать очень большие разные пласты нашего общества. Нужно оказывать влияние на государство, для того, чтобы оно меняло политику в области семьи и детства, потому что есть база для социального сиротства, и она кроется здесь, в области социальной политики и государства. Нужно влиять на общество, для того, чтобы менять отношения к усыновлению с одной стороны и отношения к своим соседям с другой стороны, к людям из группы риска, к бывшим узникам детских домов и так далее. Нужно, каким-то образом, влиять на бизнес, для того, чтобы он более эффективно тратил свои деньги, а деньги, большие деньги направлялись в сиротскую систему, и, в частности, неэффективно. Нужно влиять на другие некоммерческие организации, для того, чтобы создавать партнерство, потому что, опять же, с проблемой комплексов, как и любая сложная социальная проблема, решить ее одному или с одной стороны невозможно. Нужны какие-то коалиции, совместные усилия, нужно распространение лучших практик и так далее. В каждом из этих пунктов почти у любого НКО, кроме буквально, не знаю, 10-20 секунд меньше, есть проблемы. То есть, то ли НКО, таким образом, встает инфляционную свою политику, то ли эти недостаточно, то ли вообще заткнулся в этих приоритетах, но мало кто действительно влияет на государство, на общество, на бизнес или на другие НКО. Даже другие НКО не так распространены с возможностью делиться лучшими практиками, там, не знаю, контактами, совместных усилий и так далее. Даже лицентальная связь инфляционная, я вообще серьезно не говорю уже о других историях. Так вот, без широкого информационного присутствия, конечно же, всех этих целей добиться невозможно. Сейчас я уже анонсировал, что я буду идти немножко к Верхам, к сожалению, рассказал тут все эти основные мысли по этим темам. Сейчас мы поговорим о том, что наиболее волнует, как правило, неконечность организации, это взаимоотношение со СМИ, потому что, ну, кажется, что это наиболее такой прямой путь к широкой аудитории, да, и к разной аудитории, к тому же самому бизнесу, к обществу, к государству и так далее. Мы говорим о том, что в отношениях журналистами. Есть стереотипы взаимные, что по отношению к СМИ со стороны НКО, по отношению к НКО со стороны СМИ, и этот список, он, к сожалению, он не меняется всем этим нацветом, что я этим делом занимаюсь, но с небольшими поправками, конечно, со временем что-то становится лучше, что-то хуже, есть какие-то, там, можно кривые нарисовать, это зависит по шее между СМИ, журналистами и неконечными организациями, возможно, появляются какие-то там выдающиеся журналисты, появляются выдающиеся СМИ, которые уделяют много времени социальной тематике, потом исчезают. Но в целом просто остаются все те же, на удивление. Есть стереотипы со стороны СМИ, по отношению к СМИ со стороны НКО, того, что СМИ готовы передавать на социальную информацию, особенно на безвозмездной основе, что журналисты сами по себе не умеют писать, но они как-то не знают, нет специалистов, да, по социальным проблемам, это расхожее, кажется, что социальные журналисты в России не существуют, и что социальных журналистов можно тоже пересчитать пальцами, может быть, не двух рук, а еще двух ног, их не очень много разбирающихся в теме, и большинство из них в этой теме разбирается, потому что в НКО и работают. Что журналисты поверхность не внимательны, что они переверяют факты. Очень часто приходится об этом слышать. Не так давно я был на большой конференции в Перми Доваромольческой, и там вне региональных фондов жаловался на то, что к ним решили журналисты и все перебрали, вот. Притом эти люди не заметили, что тут не вообще пришли журналисты, что-то написали, их было много, а заметили то, что кто-то что-то перебрал, да. Но это стандартная история, и это не просто стереотипы, и действительно все это имеет место. Есть и обратные стереотипы, которые тоже, скажем так, безосновательны, говорят, что НКО почти всегда про севых уловьях, что это слезы, что это просьбы, если не о деньгах, то о публикации хотя бы, что это какое-то давление на жалость бесконечное, какой-то постоянный негативный эмоциональный фон, который не нужен не читателям, как правило, не самим журналистам, которые встают часто в такое положение, и ты обязан, у тебя есть, так сказать, социальная миссия, давай ее выполняй. Ну и, конечно, важная история, что НКО вообще не видит ничего вокруг этой жизни, кроме своих проблем. Это в меньшей степени относится к Москве, в большей степени относится к регионам. Да, действительно, вот такое вот представление о нас, как они, в такой секте, которая непонятно чем занимается, ну, вернее, скажем так, иногда бывает понятно чем занимается для внешнего зрителя, да, занимается тем, что, скажем, отмывает деньги, что-нибудь, когда кто-то переворует, это вполне такие понятные мессенджи, да, это можно понять. А вот раз объяснить кому-либо, что не только что мы не воруем, а что мы занимаемся вот очень полезной деятельностью, это за этим и это деятельность, это сказать о том, как мы пытаемся именять общество, это практически нереально. Это мало кому понятно, но, действительно, кажется, что живем даже не только в сказке, в каком-то вот параллельном мире, не понимая проблем мира реального. есть несколько вещей, которые мы, как некоммерческий сектор, каждый из нас может сделать для того, чтобы как-то пойти навстречу, да, журналистам и обществу вообще в целом. Первое, здесь этого презентации нет, но мне кажется, это очень важно, информационная политика, это, мне кажется, вообще, в принципе, информация, это не что-то, что сопровождает нашу деятельность основную социальную. Как часто бывает, случается, какая-то группа людей, один человек услышал где-то о существующей проблеме, столкнулся с ней лично и решил, значит, ее менять, менять ее как ситуацию, менять мир, уменьшать его. Он начинает сначала собирать друзей, организовать фонд и так далее. В общем, занимается всеми силами решить самые социальные проблемы, там, переводит старушек через улицы или ищет людей, или спасает детдомовцев. Не важно, какого уровня проблема, в общем, он и занимается, и в какой-то момент он сталкивается с домичением своих ресурсов, нужны дополнительные средства, нужны дополнительные партнеры, нужна дополнительная узнаваемость. После этого возникает необходимость заниматься каким-то пиаром, собственно, как-то о себе рассказывать. И вот на существующую структуру организации, на существующие какие-то выработанные посылы, мессенджеры, на существующие практики, на существующие ивенты накручивается сверху такая информационная составляющая. Мы сделаем сайт, на котором мы пишем, что мы делаем, в лучшем случае мы, начнем составлять релизы, в мероприятиях и приватных журналистов. Собственно говоря, в этом наша вся активность информационная будет заключаться. Но, на самом деле, информация, информационная составляющая вообще, как я уже говорил, чуть раньше основная составляющая, едва ли основная составляющая деятельности составляющая организация, потому что одна из наших больших задач сделать то, за что нас назовут иностранными агентами. Если мы получим деньги со стороны, каким-то образом менять отношения общественные к проблеме, и общественные отношения в целом, и каких-то отдельных субъектов государства, власти и так далее. И наша задача каким-то образом общаться с обществом. Общаться и в узком смысле со своими стейкхолдерами, с благополучателями, со своими волонтерами, и в широком смысле с какой-то широким нашим кругом, который мы могли видеть в целом, и в целом, и в целом, и в целом, мы должны задумываться о том, каким образом мы будем рассказывать свои деятельности, и что мы будем рассказывать людям по-хорошему в самом начале создания если этого не получилось, то иногда, мне кажется, полезно просто перетряхнуть всю начинку своей организации и начать с того, с нормальной формулировки целей, вообще задач и ценностей организации. И с этим очень-очень большая путница, мне кажется, не только в России, конечно, но и у нас во многом. И многие путают, что такое цель с задачами, ценность с стандартами. Очень многие, в том числе, кстати, и я, не могут рассказать в двух словах, чем она занимается, почему, мне, может, чуть проще, я, не знаю, делаю сайты, для кого-нибудь. Я, главный дебатер, журнал небольшой. Вот. Но тот самый анеклот, который мне повторяется, я его повторяю, потому что, действительно, я встречал несколько раз в разных ситуациях. Это не только у меня историю, что едет на Каошин в поезде, все говорят о своих занятиях, кто-то директор магазина, кто-то эпичный завод, кто-то, не знаю, бандит, а я не знаю, что мне сказать, потому что все равно непонятно сказать, что я буду творить, но это ни о чем, а чем я занимаюсь. Вот тут история пристегает из-за того, что мы сами не можем всегда часто сформулировать, чему-нибудь вы занимаетесь, и при этом формулировка спасания мира, она слишком плохая, а формулировка, которая расписана на пяти страницах концепции, она слишком тоже плохая. Надо выбирать что-то яркое, понятное всем, что-то, что можно рассказать своим друзьям, не следяясь, что-то, чем можно сказать своим родственникам, чтобы они быстро поняли, там, ретранслировали вас со своим друзьям, практиками, и надо, чтобы они вас понимали. Если это упражнение сформулировкой целей, задачи, и миссии начало отработать на своих близких, то будет проще общаться в дальнейшем со СМИ и сообществом, действительно, журналистами, и перед представителем общества, которое не знает о вас ничего, пока вы сами не решили рассказать. Рассказать нужно ярко и очень точно. Очень часто для того, чтобы сформулировать самые цели, задачи, миссии и так далее, приходится, мне кажется, пересматривать свою программу, переосмыслять. Если прогнать свою программу через то, как они воспринимаются людьми из разных стран, и со своими коллегами внутри сектора, и государством, и бизнесом, и обществом в целом, целевой аудиторией, то можно будет найти и ошибки в принципе социальном проектировании. Может быть, вы делаете вещи, которые никому не нужны, например. Есть известная история из международного опыта, как в одну африканскую деревню пришла в дополнительную организацию и устроила очень такой красивый проект в деревне Африканское, во всех остальных проблемах с водой, и одновременно проблемы с детским досугом. Ребята построили детскую площадку, которая позволяла с помощью мускульной силы запускать генераторы, что-то еще, которые качали в воду из глубины, и все были довольны. Все было хорошо, но, как часто бывает, эти благодарители пришли и справили добро сверху, не изучив ситуацию, не изучив мнение местных, не изучив вообще всего контекста. И через некоторое время выяснилось, что дети перестали совсем так иметь, мало хотели в школу, перестали хранить совсем абсолютно, и более того, перестали получать удовольствие от похождения детской площадки, воспринимали это дело как рабство, потому что родители все чаще и чаще посылали детей отбывать воду, и они уже не играли там, а пахали, когда он провалился двухопадочной ногой, потому что люди просто не поговорили, не узнали контекст, не узнали, нужно ли то, что они делают или нет. А вляжет ли этот месседж, который они хотят донести на какую-то местную культуру, европейский институт, не стал гнать своего ребенка в рабство, африканский таковой жизнь погнал. Конечно, нужно создать какой-то базис информационный, это очень важно, так мне кажется. и сейчас многие ведут внутренне комминчи со социальными сетями, ведут информационную, коммуникационную политику в них, в социальных сетях общаться напрямую. Мне кажется, это, конечно, важно, но также важно иметь и сайт, хотя бы небольшой, на котором были бы какие-то минимальные вещи сформулированные важные для вас, те самые цели, задачи, ценности, ваше экспертное мнение, ваш экспертный статус подтверждающий, какие-то результаты исследования, проблемы вашего личного, ваших коллег, то есть занять свою отчетность, свои новости, потому что, ну, например, я как журналист, конечно, работающий в этом секторе давно, многих знаю, но если я не знаю, что я делаю, начинается писать. Когда я схожу в фейсбук, я вижу обычно какую-то текущую деятельность, вот там, есть мероприятие, с него фоточки, вот там, есть, не знаю, какое-то событие, да, о нем повещении, вот, может быть, там, несколько новостей организации, но я, как правило, в социальной сети не могу схватить вот всего вместе, да, я не могу посмотреть отчеты сразу же, я не могу посмотреть партнеров вашей организации, то есть не могу увидеть, насколько вы вообще прислали на этом поле, да, для того, какого-то своего быстрого впечатления, я не могу посмотреть, насколько высок ваш экспертный статус, мне приходится делать дополнительные исследования до этого, но, очень часто, мне это не очень интересно, да, нет на это времени, а журналистам, которые далеки эту тему, которые не едят хлеб за то, что пишут, они, конечно, в секторе, им вообще не интересно, и, скорее всего, они уйдут, если они найдут такой информации быстро, поэтому сайт есть очень полезный, как сейчас говорилось, это, на самом деле, не так дорого, здесь сайт, это, наверное, там можно сделать вполне себе бесплатно, достаточно качественно, и важно здесь, даже скорее не технология, важен ваш контент, да, то есть, действительно то, что вы собой представляете, очень важно делиться своими соображениями, своими идеями и своими наработками, это поможет не только тем, кто будет читать эти самые идеи и наработки, но и вам тоже. После этих нескольких мыслей, и, при этом, следующее, тоже короткие мысли, но сначала поделюсь двумя ссылками, я думаю, что где-то эта презентация будет висеть, поэтому можно будет кликнуть, можно даже со ссылки найти на филантропе, это два сборника, которые филантроп публиковал, а КАФ из этого филантропа выпускал, они короткие и пульчик, мне кажется, емко и правильно доставляя предмет, рассказывает о двух очень важнейших вещах, одна из них, собственно говоря, в общем смысле связи с общественностью и, собственно говоря, то, что пиар обычно понимает, если журналисты, второй сборник такой, он больше нацелен на на общение с креативными агентствами, он будет в эту тему вообще, таким образом выделить свою долю целевую, таким образом создать бриф, не знаю, каким образом найти каналы составляли информацию в группе и так далее. Там очень очень емко и сказано об этих вещах. ну, во-первых, вот, там просто прямо сразу продаются по тем вопросам, которые были указаны в анонсе этой встречи, то есть все складывается узнаваемость доверия к фонду. Здесь, конечно, вещь идет о бренде, иногда слово бренд по отношению не конечно организации произносит с иронией, да, потому что бывает организации еще небольшие, какой-то бренд, но по-хорошему закону все те же самые, да, и бренд, и, не знаю, ваш образ, ваше некоммерческое организация или вас как деятеля некоммерческого, возможно, но это все равно некая совокупность ассоциаций и впечатлений, которые вызывают свои имени, свои названия. Это что в амерческом секторе, что для большой организации, что для небольшой, что для отдельного человека. А узнаваемость ваша, это способность вашей цельной аудитории или в которой вообще ваш собственный бренд вас выделит из толпы похожих. Для того, чтобы, ну, мы не будем, разумеется, рассказывать, разговаривать и брендировать, тем более, что здесь тоже не специалист, но для того, чтобы выстроить и поддерживать свой собственный бренд, ключевая история это тоже коммуникация в этой стране, постоянная и непрерывная. Второй вопрос, это вопрос доверия к бренду, доверия к вам, к фонду. Ну, складывается из многих параметров, но три из них основные запоминаемость, предсказуемость, компетентность. Запоминаемость, это, собственно, то, о чем мы чуть выше говорили, насколько ваш лозунг, ваши миссии, ваши цели действительно запоминается, воспринимается, очень легко воспринимается ваш основной месседж. Предсказуемость, здесь речь идет к красной преимущественности, коммуникации, прежде всего. Те люди, которые с вами общаются, начинают общаться, должны, ну, знать, что завтра вы не прекратите общение, не уйдете куда-то в свою пещеру, а продолжите сообщать о своих властях, продолжите с ними общаться, рассказывать и отчитываться, условно говоря, сегодня было счета, вот завтра будет. то есть, в любом случае, это не очень хорошая история с точки зрения этой сконзонности. Ну и, конечно, компетентность, очень важная история, нужно быть компетентным. То, о чем я говорил выше немножко, в том числе для этого и сайт нужен, для подтверждения вашей компетентности. Она подтверждается наличием солидных партнеров, она подтверждается наличием ваших материалов, ваших исследований, ваших спикеров, в солидных СМИ, да, если нет солидных СМИ, то хотя бы вообще, в принципе, наличием каких-то материалов, которые подтверждали бы, чтобы вы изучали ту социальную проблематику, с которой вы работаете, цифры, я не знаю, исследования, все что угодно. Это может пойти в дело, можно, например, использовать только свои личные исследования, которые очень дорогие, можно, скажем, делать обзоры исследований других людей. Все наше время подтверждать свои компетенты, все это важные для южналистов, конечно же, это важно очень и для бизнеса, и для власти, и это важно вообще, в принципе, для общей, для вас тоже важно, для нас всех. И для всех. И для всех. И для всех.